Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала! Сегодня рецепт кетчуп из слив. Сливы можно брать синие абсолютно любого сорта. Кетчуп получается вкусный, остренький, густой. А рецепт невероятно простой. Рецепт на 1 кг слив. Берем сливы, они могут быть любые. Синие или вот такие, как у меня, не совсем синие. Все равно какие сливы. Вынимаем косточку. Как правило, из таких слив косточка очень хорошо вынимается. И сливы отправляем в заранее подготовленную кастрюлю. Берем большую кастрюлю, чтобы было удобно. Помидоры понадобится 600 грамм на этот рецепт. Разрезаю произвольно на кубики абсолютно любого размера. И отправляю в кастрюлю к сливе. Один красный сладкий перец разрезаем тоже на произвольные кубики. Вычищаем семена. Нарезаем. Даже большие кубики тоже подойдут. Перец должен быть красный, толстостенный и большой. Если небольшие перцы, возьмите две штучки. Все в кастрюлю. Ставим на огонь. Сначала на большой огонь. И вначале перемешиваем. Постепенно томаты пускают сок, сливы пускают сок. Видите, вот на дне уже образуется жидкость. Потому что потом мы огонь будем уменьшать до маленького. И оставлять на 20 минут, чтобы вся эта масса проварилась. Но изначально нам необходимо следить, чтобы не пригорело. То есть мы ждем, пока появится жидкость. Все, жидкость уже появилась. Немножко утрамбовать. Все, делаю маленький огонь. Накрываю крышкой и оставляю на 20 минут. Периодически буду помешивать. Масса проварилась, имеет вот такой вид. Теперь отставляем ее, для того, чтобы она немножко остыла. А теперь будем немножко колдовать. Добавляем соль, пол чайной ложки. Сахар, возьмем две столовые ложки. Потом будем пробовать. Чеснок, 3-4 зубчика. Я уже измельчила. Горький перец. Целый, не буду добавлять, это много. Берите на свой вкус. Я беру вот такой небольшой краешек. Измельчаю прямо в кастрюлю. Черный молотый перец. На глаз, по вкусу. Хмели-сунели. Чайная ложка без горки. Прованские травы. Чайная ложка без горки. Карри точно так же. И копченая паприка точно так же. Когда масса немного остыла, измельчаю погружным блендером. Получилась однородная масса. Ставлю на большой огонь. Довожу до закипания. Потом переставлю на маленький огонь. Кетчуп уваривается 20 минут. При открытой крышке периодически помешиваем. В конце буду добавлять уксус. Пектин, который находится в сливах при уваривании, сделает этот кетчуп более густым. Через 20 минут я вливаю яблочный уксус. 6% 2 столовые ложки. Размешиваю. Те продукты, которые я сказала, они идут по рецепту. Я люблю более сладкий вкус, поэтому добавляю еще одну столовую ложку сахара. Вы можете приготовить одну порцию, попробовать на вкус. А в дальнейшем уже отрегулировать специи, сахар, соль по своему вкусу. После того, как я добавила уксус, дополнительный сахар, я провариваю еще 5 минут и буду разливать в стерильные банки. Кетчуп из слив готов. Две баночки я закрыла на зиму и оставила в соуснике соус к стейкам. Общий выход получается 1,4 литра. До новых встреч, до новых рецептов. Пока-пока!